Друзья, всем привет! Меня зовут Юрий Бибик, вы на ютуб-канале Фабрикан Луэн и есть Игорь Эймон, социолог. Игорь, здравствуйте, рад вас приветствовать. Добрый день! Подводим итоги уходящей недели. И, значит, прежде я бы хотел обратить внимание на последнюю новость, касающуюся как раз эпизода с авиабомбой в Белгороде. Вот как только перед нашим интервью удалось узнать, в Белгороде обнаружили еще одну бомбу, причем в том же районе, где накануне упала другая. Что думаете вообще по поводу вот этого эпизода с бомбой? Да, этот эпизод с бомбой — это воплощение в жизнь таких, знаете, старых уже шуток, да, что Россия всегда чего бы она ни начинала, какое бы она противостояние ни начинала с кем бы то ни было, заканчивает она тем, что бомбит Воронеж, то есть стреляет себе в ногу, то есть фактически начинается с водящего уже собственными жителями и так далее, и так далее. И здесь просто единственное отличие от этого мема, да, шуточного про бомбить Воронеж, то, что бомбят Белгород, но бомбят свои же россияне, то есть из-за войны, из-за того, что они напали на Украину, из-за того, что они, собственно, бомбят украинские города, это все как рикошетом бьют по ним самим, то есть они начинают уже и собственные города тоже бомбить. Я думаю, что этот процесс будет и дальше развиваться в том же направлении. Если бы не было этой войны, по сути, не было бы этой бомбы, не было бы самолетов, врезающихся в жилые дома, не было бы убитых, не было бы похоронок, ничего бы этого всего не было. Вот мне интересно, сколько времени должно пройти и что еще должно случиться, чтобы люди хотя бы вопросы начали задавать? Вы знаете, как бы люди, вот это люди, такой категории нет, да, и люди все разные. Знаете, огромное количество разных, можно сегментировать огромное количество разных социальных групп, значит, по разным параметрам, и, собственно, социологи этим и занимаются часто. Значит, если уж совсем грубо, да, именно по, вот именно ваш, исходя из ответа на ваш вопрос по поводу того, задумаются люди, когда задумаются. Ну, во-первых, есть определенный процент людей, которые уже сейчас давно задумались, еще с 24 февраля, а многие раньше, с 2014 года. Значит, и этот процент, скажем так, это не почтово населения, но в абсолютных цифрах это миллионы людей. Даже самые убогие правительственные сервильные опросы в целом от того же дают, там, 10-15% людей, которые на все вопросы политической повестки дают кардинально противоположный ответ тому, что вещает пропаганда и что хотят власти, да. Когда они спрашивают, их доверяет ли вы Путина, они говорят нет. Спрашивают, поддерживаете ли вы действия российской армии, они говорят нет. Да, то есть эта цифра меняется, там, от опроса к опросу меняется и так далее, но вот эта генеральная совокупность этих людей, это все равно миллионы людей. Значит, это первое. Второе. Есть, конечно, отмороженные фашисты, которых тоже миллионы. Значит, лучше всего они заметны по телеграм-аудитории так называемых военкоров. Вот что у этих военкоров, там у многих около миллиона подписчиков. То есть исходя из этого, понятно, что таких людей миллионы. Если там открыты комменты, у некоторых открыты, не у всех, то там толпы резвятся просто оголделок, фашистов, человеконенавистников таких, которые ненавидят людей просто потому, что они не хотят подчиняться их воле. Даже не за то, что немцы, например, ненавидели евреев, потому что считали их, нацисты я имею в виду, немецкие нацисты, потому что считали их какими-то другими. Что вот есть арийцы светлые, хорошие, добрые, а есть евреи, которые чуть ли не там специальная раса, которые вредители. Здесь такой идеологии нет. Они считают украинцев, в принципе, частью своего даже народа, но только потому, что украинцы не хотят под них ложиться, в прямом и переносном смысле этого слова, не хотят, значит, слушаться, служить им, они их ненавидят и готовы убивать, радуются, когда погибают мирные жители. Вот это вот такие откровенные, худший вариант фашистов. Их тоже миллионы. И есть большинство населения, которому, в общем-то, все по барабану. Оно, что называется, жует свою жвачку, кто-то телевизионную, кто-то вообще даже телевизор-то не смотрит, молодежь даже. Но их все равно все по барабану. Почему? Потому что отговорка такая, а что я могу, от меня все равно ничего не зависит. И что я буду тогда, даже не то, чтобы сопротивляться, на улице выходить, понятно, а гребешь просто люлей дубинкой по башке, и тебя отправят в камеру. Нет, а что я буду даже внутри себя возмущаться, тратить свою энергию, силы на это? Зачем? Проще сказать, ну все, власти видней, и все. Раз так говорят, ну значит так и есть. Все, до свидания. И так рассуждает большинство населения России. Завтра им скажут, пойдет другой сигнал от власти, от новой, возможно, власти, от оккупационной даже власти. Они так же быстро подстроятся, да, абсолютно. И те вот, которые отморожены фашисты, идейные, они будут протестовать. Такие они всегда, кстати, были. Их всегда было много, но это всегда было меньшинство. Я даже думаю, оно не выросло. Просто оно не выросло числом. Просто в 90-е условные годы это были маргиналы, которые бегали за своими красными тряпками и иконами со Сталиным на всякие митинги коммунистов, да. И, с одной стороны, с другой стороны, фашистов, русская национальная единственная. Это все было маргинал. А теперь они в фаворе, они теперь чувствуют себя, значит, лучшими людьми страны. Так что это все равно мечта. Так что вот есть три категории, и на все эти три категории все эти события не влияют. Почему? Потому что те, кто против Путина и против войны, они, значит, и так против, они и так все понимают. Те, кто фашисты отмороженные, они говорят, ну да, ничего, на войне как на войне. И наши тоже погибают. Нужно будет им сказать, что для того, чтобы победить украинцев и НАТО там, и вообще стать самым великим, самым большим гнойным нарывом на теле планеты, нужно, значит, уничтожить там миллионы русских. Они скажут, ну что делать? Ну Сталин уничтожал. Они же любят Сталина. Они не могут отрицать, что Сталин уничтожал миллионы. Ну да, вот нужно было. Родине нужно так и все. Конечно, они сами не хотят, чтобы их уничтожали. Они будут считать, что они будут среди тех, кто будет уничтожать, а не тех, кого будут уничтожать. Но, как известно, при том же Сталине со многими людьми происходила такая, значит, перетрубация, да, изменение роли. Сегодня они палачи, а завтра жертвы. Но палачи глупые, они об этом не задумываются. И не повлияет это и на основную массу населения, потому что им как было, все пофигу, так и осталось. О, что, бомба упала? Какая бомба? Да вроде наша. А что это оно упало? Ну, бывает, вот сколько там тракторист тоже трактор перевернул. Бывает. Ну, что у нас в России? Всегда стопонос-то золотуха. Ну, вот и так, и все. Так что ни на что это не влияет и не будет влиять. Не будет влиять до того момента, когда они грибут люлей капитальных, и власть просто будет физически уничтожена российская. Причем в ходе внутренних разборок, я думаю, которые неизбежны после военного поражения. Вот мы сейчас об этом более развернуто поговорим. Я хотел бы сделать паузу на мгновение и обратиться к нашим зрителям, не забывать подписываться на наш YouTube-канал, ставить лайки, оставлять свои комментарии, друзья. И у нас есть еще опция спонсорства. Пожалуйста, если у кого-то есть такая возможность, воспользуйтесь ею. Будем очень благодарны. Продолжим разговор. Для того, чтобы они отплатили люлей, как вы сказали, Игорь, мне кажется, для этого и собираются в рамках «Рамштайн» страны-союзники, чтобы помогать нашей стране. И вот на Меднии прошло очередное такое заседание. Если подвести итог, что вы думаете? Как это все прошло для вас? Ну, вы имеете в виду последнее. Скажем так, по тем данным, я же обладаю только открытой информацией. Конечно. Ничего сенсационного не произошло абсолютно. Я думаю, что, опять-таки, исходя из открытой информации, просто очень много, именно за последний месяц, было и много и раньше, но сейчас просто количество перешло в качество. Информация о том, что со всех концов свободного мира в Россию, в Россию, как я говорился, в Украину поступает оружие. Оружие, причем в том числе и то, которое раньше не поставляло. Я не скажу, что это сверх какое-то дикое количество, но тем не менее она поступает довольно интенсивно. Я думаю, вот моя оценка ситуации, что понятно, что НАТО уже давно спланировало, скажем так, свои действия в контексте предстоящего наступления украинского, и те ресурсы, которые у них были, они начали принимать решения по их выделению, буквально для Украины, с Нового года этого. И пока там суть доделала, ни шатка, ни валка, и все ресурсы поступали. А чем ближе, собственно, к этому наступлению, тем они интенсивнее стали поступать. Дальше, значит, я надеюсь, все будет хорошо, и наши победят, и тогда будет некая следующая волна по поддержке Украины. Ну, вот, что называется, ждемся. Мне вот просто очень интересно, почему, ну, то есть, я не вижу какого-то, знаете, рывка, какого-то вот порыва того, чтобы, да, давайте соберемся все вместе. Я вижу активность от стран Балтии, я вижу активность от Польши, и Штаты, само собой разумеющиеся. Игорь, скажите, пожалуйста, как вы думаете, все страны Европы помогают на пределе Украине? Порыв был, просто он был несколько ранее. Значит, действительно, в начале года этого, в конце прошлого, в начале этого года было принято несколько прорывных решений в области поддержки Украины. Того, что раньше не было. Это танки, во-первых, это, значит, ну, и так далее. Значит, действительно, сейчас мы видим, что идут из разных стран. Из Испании, значит, идут танки, из Италии идут, артиллерийские системы, из Германии. Кстати, по поводу вот уже второго вопроса, например, США, Англия, и Прибалтика. Нет, Германия сейчас очень много тоже дает, много. Из Германии пришли, вот только за последний месяц, пришли Патриот из Германии, причем из первой, первая была Патриот из Германии. Потом другая система, я не помню, как она называется, но тоже очень мощная, зенитная система. Да, еще пришли, то есть это уже вторая, вторая система от Германии. Пришли танки, значит, так что, так что помогает, и помогает много. Что касается на пределе или не на пределе. Понимаете, вообще в западной политической культуре не приветствуются вообще в принципе порывы, значит, какие-то эмоциональные движения и так далее. Если человек, что называется, даже что-то хорошее делает на пределе, ему скажут, слушай, ты успокойся лучше, знаешь, потому что когда ты на пределе делаешь, ты можешь ошибок наделать. Вот в Германии, по крайней мере, так. Не надо этого энтузиазма, понимаешь, все, время рабочее закончилось, иди домой, отдыхай, а то перенапряжешься, и потом мы тебя потеряем. Так и скажут в Германии, нормально, причем скажут, как если в России скажут, давай, больше, дорабатывай, здесь нет, почему, нужно быть рациональным человеком и взвешивать усилия. Значит, может быть, это излишняя рациональность, но эта рациональность ведет к осторожности, конечно, наверное, это излишняя осторожность, то есть даже не наверное, а точно, потому что те же решения, которые были приняты вот в начале этого года по тем же танкам, по зенитным системам и так далее, конечно, нужно было принимать непосредственно после вторжения, то есть там, 25 февраля, конечно, тогда, конечно, реализовать на следующий день было невозможно, есть куча всяких технических вопросов, но их смогли бы реализовать тогда, наверное, к началу осени, понимаете, в любом случае полгода было потеряно, как минимум, как минимум, ну то есть не исполнится, конечно, потеряно, что-то Украина получала, но могло получать и больше, вот, они всего раз, они осторожны, я думаю, это с осторожностью было очень связано, они смотрели все-таки на реакцию, значит, Кремля, думали, ну там совсем уже безумные или не совсем безумные, нужно их не вводить их совсем в ступор, да, не устраивать сейчас вот какую-то сильную такую рубилово, да, а постепенно, значит, дозировано помогать Украине и смотреть, как пациент в лице России, в лице Кремля, путинского, как пациент на это реагирует, потихоньку, потому что если сразу большую дозу страха и, значит, ненависти ввести, пациенту ввести, то он может, не знаю, ядерную войну начать, это прежде всего был такой страх, и вот они потихоньку начали, значит, помогать, помогать Украине, видят, что пациент бесится, но сделать ничего не может, ну, раз он, он что-то сделать не может, значит, будем сильнее помогать, я думаю, что и вопрос с самолетами также будет решен, просто они сейчас посмотрят реакцию Кремля и путинской России на украинское наступление, и дальше, значит, они, те, что сожрут его, значит, они будут и дальше помогать, значит, и самолеты можно давать, поэтому такая позиция, опять-таки, ни в коем случае не оправдывает, сами человек другой культуры абсолютно, да и вообще южных коровей, более эмоциональные, и, значит, такой загорающийся, но в Европе вот так, особенно в Северной Европе и в той же Германии, да и в Американце тоже, я бы не сказал, что они как-то уж так сразу резво пошли, они также абсолютно тянули, почему-то все шишки посыпались на немцев, я, конечно, не являюсь там патриотом Германии, я вообще коцмополит, но живу здесь, но я считаю, что их напрасно совершенно кошмарили, они ушли, в общем-то, фарватере политики Вашингтона, американцы стали поставлять танки, и они стали поставлять, причем американцы только на словах пока поставляют, а немцы уже реально, они просто не хотели, просто боялись, опять-таки, лезть вперед, батьки в пекло, то есть вперед главной страны НАТО, идти на какие-то шаги, они говорят, давайте вместе, ну вместе, так вместе, так что это как бы общая здесь ситуация, конечно отличаются страны Прибалтика, которые действительно готовы последние отдать, это их, кстати, можно понять, потому что они могут стать следующей жертвой агрессии, то есть у них, скажем так, интерес очевидный совершенно, да, вот, а остальные страны, они так, в общем, взвешенности идут, я бы не сказал, что Польша, на уровне риторики Польша, да, очень крутая, как был в свое время Борис Джонсон, а по реальным делам, ну они, конечно, помогают, молодцы, но так же, как и Германия, так же, как и Великобритания. Я у вас еще хотел спросить про, значит, раз уж про Германию заговорили, вот последний эпизод с послами, значит, выгнали послов, там на несколько часов, я так понимаю, дали допуск для российского аборта, чтобы он прилетел, там, значит, 20-20 часа, по-моему, и улетел обратно. В России сказали о том, что вот немцы рушат и без того, значит, плохие отношения, которые у нас с Германией сложились, у меня такое впечатление, что вот Германия до последнего, да, пыталась как-то сохранить что-то, вот как-то верила в то, что может что-то изменить и так далее. Сейчас это уже крест. Не последний эпизод с послами, а вот в целом. Мне кажется, что в ближайшем будущем вот таких отношений точно уже никогда не будет. Да, это абсолютно точно. Причем это, скажем так, Рубикон был именно 24 февраля. Было уже понятно по речи канцлера Шольца в Бундестаге на следующий день, по-моему, это было, или через день, по-моему, на следующий день. Там он уже все сказал четко, прямым текстом, как немцы это любят, без всяких кивоков, что все, Россия больше нам не... Не то, что ни друг, ни партнер, мы больше ничего не должны, как мы все это, значит, чувство вины за войну забудьте, это враг, фактически противник, причем не просто Германия, а вообще противника мира на земле, противника цивилизованного мира прежде всего. Вот. И, собственно, дальше просто они пошагово действовали. Опять-таки, не сразу, на следующий день все объявили там санкции и прочее, прочее тотально. Они действовали пошагово. В результате сейчас Германия покупает ноль энергоносителей из России, ноль угля, ноль нефти, ноль газа, то есть не покупает ничего, значит, в этом смысле. И, соответственно, то есть нефтедоллары уже не идут из газодоллары, из Германии, когда они шли с брежневских времен, кормили российскую плутократию еще с брежневских времен, и вот этот островок московского благополучия тоже во многом держался на импортных товарах, которые покупались на эти деньги из Германии и других европейских стран. Вот. Так что и с оружием то же самое, но тоже пошагово не действовали, но как бы решение стратегическое было принято сразу. Теперь я думаю, что Германия с Россией подружится в следующий раз, если подружится, если вообще будет с кем дружить, как если в России президентом или премьером станет Навальный, потому что Германия Навального очень любит, очень. Тут, например, речи в судах вышли отдельной книгой, она стала тут же бестселлером. Так что вот если бы Путина его комарили, интересовало вообще как-то будущее не только своих задниц, а страны России, то они бы Навального сейчас не убивали в тюрьме, а наоборот пылинки с него сдували, потому что потом после этого всего катастрофы, которая неизбежна в России, у него больше, чем у кого-то ни было шансов как-то то, что от России останется легализовать в будущем мире, в мире цивилизованных стран. Я хотел бы продолжить следующие темы. Вы знаете, сегодня весьма любопытную новость прочитал о том, что Евгений Пригожин воздерживался около месяца от критики в отношении министра Шойгу, Минобороны и прочих, Герасимова, и так далее. И вот сегодня прорвало его, значит, он сказал о том, что он разносадован был, сказал о том, что очень плохо, что плодятся различного рода ЧВК, а весь ресурс не сконцентрирован в рамках ЧВК Вагдера. То есть, есть ЧВК редут какой-то, ЧВК еще чего-то, вот их плодят, плодят Газпром, и так далее. Вот они плодятся, а вместо этого нужно было бы 200 тысяч человек просто вместе с деньгами передать нам. И тогда все было бы хорошо. Это что? Это новый виток какой-то, или что? Продолжается война между ними? Да, мне понравилось ваше сравнение, что он воздерживался месяц. Я думал, от чего он воздерживался, то ли от секса, то ли от алкоголя, и тут его прорвало. Да, ну вот он действительно как алкоголик, он, видимо, получает кайф, когда он наезжает на российских генералов, то есть сдерживается, сдерживается, а потом все-таки не может. Рука сама к рюмке тянется. Вот, значит, да, слышал я это его выступление, это понятно, почему он бесится. Было такое принятое решение, когда его решили подвинуть, в начале этого года. То есть почему? Потому что он потерял, что называется, берега и забыл, в общем, кто он в этом мире и кто он в этой новенклатуре путинской, что он не является ближайшим путинским приближенным из числа высшей бюрократии или генералитеты, поэтому не имеет права на такое наглое поведение. Значит, его оставляют отодвигать, и они решили, как это сделать? Ну, ликвидировать ЧВК Вагнера они не хотят, потому что это все-таки боевой ресурс на фронте, а это им как бы нужно. И не только, кстати, в Украине, это ресурс российского влияния, в Африке и так далее. Но, чтобы они решили снизить его значение. А как это сделать? Чисто, абсолютно, они же, в общем-то, у них же как бы преступное, да, прошлое, но связанное с таким криминальным бизнесом. И они мутят, что бы они ни делали, они мутят схемы криминальные из 90-х годов. Ну, что сделать, если нужно какого-то обезжирить, какого-то, значит, несговорчивого коверса. Можно, значит, размыть его долю на рынке, да, и они размывают его долю на рынке, вводят новые ЧВК, туда деньги кладут и так далее, и так далее. В результате, я думаю, переманивает людей у него, кстати. И в результате, я думаю, они так потихоньку просто сведут его личное влияние к нулю. Ну, или, скажем так, резко его сократят. Он тут, правда, хитрый тоже жук. Значит, он, с одной стороны, против этой деменополизации, с другой стороны, он пытается на этом поле тоже играть. Ведь, заметьте, он назвал несколько ЧВК, вот этот редут, это известная ЧВК грушная, пригру, назвал газпромовская ЧВК, но не назвал ЧВК аксеновская, конвой. Да, а почему? Потому что он понял, что, значит, нравится-то ему или не нравится, но этот рынок будет размывать. И он решил франшизу устроить фактически. То есть, если эти ЧВК это его конкуренты, то ЧВК аксеновская в Крыму конвой это его франшиза, которую он, отчасти, я думаю, вместе с Аксеном управляет. И бабки тоже они там пилят и делят, которые стряхивают государство на это все. Так что, это вот такие коммерческие разборки, скорее коммерческие, между разными преступными бандитскими кликами. Я думаю, чем, кстати, будет ухудшаться к ситуации в войне, тем эти разборки будут ужесточаться, обостряться, они начнут скоро грызть друг друга, потому что ресурсов будет все меньше и меньше с одной стороны. А с другой стороны поражений, за которые нужно впихнуть на ближнего своего ответственность, будет все больше и больше. Поэтому они вынуждены будут скоро уже грызть друг друга и последний кусок, что называется, из глотки в РВ. Игорь, чего стоит ожидать вот 9 мая? Я имею в виду, возможно, массированного ракетного обстрела Украины. Мы уже знаем о некоторых событиях, связанных с отменой парадов в некоторых городах России, отменой вот этого мероприятия «Бессмертный полк» или как оно там называется. Да-да. И так далее. А чего вы ожидаете? И с чем вот эти все события связываете? Отмена парада, например, отмена «Бессмертный полк» шествия? Ну вот я сначала скажу действительно на последнюю часть вопроса мои мысли изложу. Ну вообще как бы отмена «Бессмертного полка» то есть парады пока отменили только в регионах приграничных, поэтому это не суть важная для масштабов России это не заметить. А вот масштаб отмена шествия «Бессмертного полка» это очень важное событие. Почему? Потому что «Бессмертный полк» это главный обряд, коллективный обряд новой религии вот этой победописи, да, государственной российской религии. Есть даже книга моя одна знакомая ее написала на французском правда книга вот именно которая раскрывает эту религию через вот этот обряд шествия «Бессмертного полка» чисто такой традиционный языческий обряд поминания павших воинов то есть это были такие подобные обряды в древней Германии в древней Скандинавии значит такая же языческая религия и почему они его отменили то есть я думаю что это решение давалось нелегко но они были вынуждены пойти на это решение почему потому что уже в прошлом году это наметилась тенденция а в этом она бы полностью бы выразилась причем в огромном количестве многие бы люди потащили бы значит на этот шествий «Бессмертного полка» портреты фотографии своих родственников убитых уже на этой войне на этой преступной войне и это было бы масштабы этих потерь российских огромных они были бы заметны что называется просто на лицо что условно идет там какой-нибудь человек со своим дедушкой возможно мифическим а с одной стороны а с другой стороны идет там пять человек со своими вдовами матери погибших детей рыдающие все это было бы значит естественно дало бы ужасную совершенно для Путина картинку которая бы попала в интернет и так далее поэтому они были вынуждены наступить на горло собственной песни и отменить это шествие вообще как бы это начало я вижу в этом начало конца этой религии победобесия вместе с ней потому что это важнейшая роль идеологическая в путинском режиме играет а вместе с ней и самого режима потому что на что он еще будет опираться сейчас он как бы внушает людям что вот мы мы этот народ победитель мы всегда побеждаем бла-бла-бла Путин значит вдохновитель всех наших побед мы с ним там вперед станем самыми крутыми всех опустим всех значит нагнем и ничего никто не вякнет и все такое как только они реально уже получат или как я второй раз на эту тему говорю получат люлей таких что уже скрыть нельзя будет а скрыть нельзя будет это точно потому что можно какие-то локальные поражения да как-то отретушировать интерпретировать заболтать и так далее ну например просто бегство российской армии к той зоне разделения которая была до 24 февраля уже скрыт ну не то чтобы скрыть и как-то интерпретировать так чтобы это не было не разрушило вот этот образ победа победопесия победной страны победного Путина ну просто невозможно а значит он потеряет легитимность как в глазах населения так и в глазах собственной верхушки пращи который перестанет его воспринимать в качестве такого победителя да альфа самца решит что это просто лузер неудачник который втравил их в эту войну многие уже и так это понимают и так говорят об этом открытую достаточно вспомнить эту прослышку разговора Пригожина и Ахмедова то есть другого Пригожина и Осипа и олигарха миллиардера Ахмедова значит бывшего члена Совета Федерации но для того чтобы открылись глаза что называется у всех или практически у всех кроме вот таких откровенных фашистов о которых я говорил которые все равно будут значит до последнего за войну вот нужно такое поражение и оно мне кажется неизбежно Помните вот на прошлом 9 мая отменили внезапно отменили авиацию мне кажется что вот на это 9 мая если парад все же состоится на красный я боюсь что там даже танков не будет там ничего не будет потому что боязнь настолько велика Тут могут быть разные причины есть такая версия вполне вероятно она реальна что у них просто нету танков все танки на войне они же не будут ради этого гонять танки в Москву ну конечно они сумасшедшие все могут но с другой стороны а в 9 мая кто будет стоять там на их рубежах так что вполне вероятно все будет зависеть как я уже сказал от хода военных действий мы не можем предсказать что будет 9 мая до 9 мая достаточно далеко там могут быть за это время совершенно серьезные фундаментальные перемены на фронте так что от этого будет зависеть как будет проводиться празднование этого 9 мая огромное спасибо вам за это интервью желаю успехов берегите себя пожалуйста спасибо еще раз спасибо за субтитры спасибо за субтитры спасибо за субтитры